Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Полины Михальчук. А вот главные темы этого дня. Обязательно я с губернатором Усом переговорю. На прямой линии с Владимиром Путиным жительница поселка Боровое пожаловалась на затопленную дорогу. Сразу после этого Следственный комитет и прокуратура начали проверки, а глава региона обвинил во всем подрядчиков. Вот та самая дорога на Боровое, на которую пожаловалась Красноярка Владимир Путин, но на прямой линии. Виталий Поляков побывал в поселке Боровое и пообщался с автором вопроса Натальей Прокопьевой лично. Все подробности меньше, чем через минуту. Вы что делаете? Успокойтесь! В Подмосковье началась драка из-за вакцины. Две женщины пострадали. Одну из них сломали челюсть. Тем временем в Красноярском крае выявили рекордное количество заразившихся с февраля. Есть у нас такая традиция в стране в середине года, 1 июля, принимать много новых изменений в законы. Новые выплаты беременным и одиноким родителям, рост тарифов ЖКХ и льготная ипотека. Подробный ликбез о самых важных нововведениях расскажет Софья Питеркина. Вот, Саша, вот то, что вы мыли, почувствуете разницу? Вот, больше ничего не надо. Ерегинскую набережную начали приводить в порядок после потопа. Мэр Красноярска Сергей Еремин лично показал, как это нужно делать. Холодный июнь в Красноярске закончился и на смену пришел жаркий июль. В Красноярск идет настоящее лето, однако вместе с палящим солнцем придут и сильные магнитные бури. Какую погоду ждать в июле? Дорогу в поселок Боровое уже сегодня начали ремонтировать. После обращения местная жительница на прямую линию Путина, следственные комитеты прокуратуры начали проверки. Накануна женщина пожаловалась президенту на затопленную дорогу, которую отремонтировали всего год назад. В ходе прямой линии показали видео, как выглядит эта дорога. Вот оно. От лица жителей поселка Борового, города Лесосибирска Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога у нас проходит наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через зарежное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды поднимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Президент на это ответил, что проблема дорог в России известна. А этот конкретный случай – явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Но подключиться должны и краевые власти. Явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Но обязательно я с губернатором Усом переговорю, значит, с Александром Усом. И посмотрим, что можно сделать. Средства соответствующие есть. Уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим и с федеральных источников. Но вопрос ваш решим. Через два часа после этого Краевой следственный комитет объявил, что началась проверка. Следователи обещают установить людей, которые занимались ремонтом, и тех, кто такой ремонт принял. Дальше пошла Краевая прокуратура. В ведомстве намерены проверить, должным ли образом. На обращение жителей реагировали местные власти. На место даже приехал лесосибирский прокурор и лично осмотрел размытый участок. Но, похоже, в надзорном ведомстве совсем не рады этому. На видео, которое они разместили в своем телеграмме, попала не совсем цензурная фраза. Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и нележащем рассмотрении обращений органами местного управления. Соответствующий вопрос был озвучен в эфире специальной программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Прокуратура пройдет проверку и примет исчерпящий комплекс мертв прокурорского реагирования при наличии оснований. Позже видео с телеграм-канала прокуратура удалили и оставили там только комментарий прокурора Лесосибирска. Отреагировали на ситуацию краевые власти. Губернатор Александр Уз спустя час после «Прямой линии» записал видеообращение. Глава региона пояснил, что в затоплении виноваты подрядчики. Тема, которую подняла Наталья Ивановна Прокопьева, мне уже известно уже порядка недели. И причины ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, связаны с некачественной работой подрядчика. Дело в том, что при производстве работ на этой дороге в прошлом году труба была завышена. И вместо отвода воды там сделали фактически дополнительную плотину – гидротехническое сооружение. К сожалению, в течение нескольких недель разрешить эту проблему нельзя. Нельзя, коль скоро надо, чтобы ушла вода, либо ее необходимо отвезти. И после этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше. Сейчас ответственные органы продолжают проводить проверки. По их итогам и следственные комитеты прокуратуры обещают принять процессуальные решения. А на месте уже сегодня работала строительная техника. В поселке Боровом сегодня работала и наша съемочная группа. Виталий Поляков поговорил с Натальей Прокопьевой. Это автор обращения к президенту и с другими местными жителями. Через что пришлось пройти людям, чтобы дорогу все же начали ремонтировать. И как так получилось, что глава государства оказался последней инстанцией. Слово Виталию Полякову. Вот та самая дорога на Боровой, на которую пожаловалась Красноярка Владимиру Путину на прямой линии. Вот такие 5-6 озер здесь на протяжении этой дороги. Но это сейчас, когда уже подсохло. А вообще весной дорогу полностью затапливают и проехать здесь невозможно. Сейчас здесь могут проехать небольшие грузовички, джипы. Но мы на своей легковой машине сюда соваться не решили. Сегодня мы встретимся как раз с Натальей, которой и пожаловались президенту. Она работает в центре Лиссисибирска медсестрой в местной больнице. И, конечно, ей неудобно добираться. Потому что фактически вот здесь одна вот эта дорога, есть еще другая, о ней позже поговорим. Но обе они неудобные, недоступны для общественного транспорта. Давайте послушаем, что он рассказал. Я лично обращалась только в устной форме по телефону в администрацию города с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот, если вы там сегодня были, вы видели, что происходит. До сегодняшнего дня практически никаких мер не было предпринято по ремонту. Единственное, что я делала, еще позвонила на горячую линию губернатора Красноярского края, где в полцентре оператор записал мое обращение. И было сказано, что в течение 30 рабочих дней оно будет рассмотрено. Что побудило именно обратиться на прямую линию президента, в очередной раз, когда я позвонила в администрацию города, нам сказали, что в ближайшее время ничего делаться не будет, потому что нужно искать и устранять причину. А причину они могут устранить только по отходу, сходу воды. Выезда у нас не было. Все это свелось с того, что мы не могли. Мы в поселке все отапливаемся, у нас автономное отопление. Нужно заготавливать дрова. Нам отказывали доставки, потому что машины там проехать тоже не могли. Что-то в магазинах покупать, большие строящие. Вот все сейчас строятся, лето, нужно что-то делать. У всех много проблем. Многие магазины нам отказывали в доставке. Проблема этой дороги в том, что слева здесь болото, справа болото. И как раз в период половодия вода выходит на дорогу. Одеться ей некуда, поскольку дорога устроена так, что здесь нет эффективной дренажной системы. После обращения Натальи президенту, сегодня с утра сюда приехали рабочие, начали устраивать как раз здесь водоотводы. Но местные говорят, что все это неэффективный труд, потому что вот эта сама дорога, ее постоянно будет топить, потому что здесь заболоченная местность. Они просят устроить им совсем другой участок, подъезд к Боровому, сделать прокол через железную дорогу, сделать переезд. И тогда им не придется делать вот по этой дороге 4-х километровый круг. Вот что говорят жители поселка. Проблема, подняли дорогу, сделали дорогу новую. Трубы сильно задрали, дренажные, которые перетекали раньше. Все, получилось дамба. Но здесь не каждая машина прогрета, это правда? Ну вот я уже боюсь, честно говоря, я уже на протяжении полтора месяца езжу. Вот сейчас уже глубоко, там вторая лужа. Я уже сейчас еду, сейчас по объездной поеду обратно. Потому что страшно уже. В микрорайон Боровой вообще есть еще и другая дорога, не затопленная, но она на самом деле не лучше. Она уже, чем вот эта, наверное, в два раза. И фактически такая лесовозная дорога сквозь тайгу, сквозь лес. Еще до обращения Натальи Владимиру Путину ее отсыпали, но отсыпали не гравием, не песком, а щепой и опилками. Конечно, в 21 веке странно смотреть. Конечно, Сибирск у нас богатый лесом город, но все-таки странно смотреть в современные времена, когда дорогу отсыпают вот таким материалом. Долго, естественно, он не пролежит. И, скорее всего, к следующей весне уже и той дороги тоже не будет. Давайте послушаем, что люди про нее говорят. Чепой-то мы обращались уже, получается, через социальные сети к нашему губернатору. И вот благодаря ему нам тогда вот этот объезд хотя бы сделали. А так нам только плавать и пешком по лесу. Ну и, конечно, смешно сейчас слушать наших силовиков, которые говорят о том, что вот сейчас мы проведем проверки, мы сейчас всех накажем, и все будет хорошо. Жители говорят, что еще до обращения к Путину они многократно обращались и в мэрию, и в губернатору, и в прокуратуру, и писали о том, что вот так здесь дорогу сделали, что ее постоянно затапливают. Но тогда реакции не было. Реакция появилась только сейчас, после того, как на эту проблему обратил внимание президент. Пока на этом все. Более подробный репортаж уже смотрите завтра в новостях ТВК. Виталий Куликов, Николай Четяков. Новости ТВК. Прямая линия президента обычно заканчивается не только экстренными ремонтами и разбирательствами по всей стране, но и забавными моментами. Цитаты президента, других участников и кадры прямой линии в этом году уже стали поводом для шуток и мимов в интернете. Одним из таких стало вот это видео, на котором сотрудник Центра обработки сообщений делает вид, что работает. Спасибо. Я предлагаю переместиться в Центр обработки сообщений, спросить наших коллег, скучно девочке или нет. Как там у вас обстановка, Татьяна? Наиля, совершенно не скучно. Вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете, какой сразу скачок идет по количеству обращений, когда люди видят это живое общение. Многие отметили то, как ведущая трансляции Екатерина Березовская мастерски перешла от обсуждения коронавируса и вакцинации к излюбленной теме президента внешней политики. Владимир Владимирович, понятно, что у вас иммунитет есть не только к коронавирусу теперь, но и, наверное, к каким-то недружественным странам. Вот такой вопрос, который к нам пришел по СМС, по номеру 04040. Почему Украина не входит в список тех самых недружественных стран? Игорь Абоймов, Москва. И еще одна на эту же тему. Вы с Зеленским будете встречаться? В интернете также отметили, что президент то ли от незнания, то ли от вежливости, но здоровался со всеми гражданами, присылавшими вопросы, даже с теми, кто отправил их в записи. Я предлагаю запустить видеообращение из Москвы. Запускаем? Да, пожалуйста, пожалуйста. Любое. Добрый день. Здравствуйте. Светков Евгений, город Москва. Добрый день. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать. Мне уже 70 лет, мы уже 74. Хотя рядом с нами дача мэров, там газофиксировано все. И как нам дальше быть-то? Да. Светлана, а как вас по батюшке, извиняйтесь. Это записное сообщение было. А Светлана Култыгина была. Светлана, да. Значит, Свердловская область, я так понимаю. Не обошлось и без фотожаб. В соцсети обратили внимание на ошибку в трансляции, которая приумножила стол, ведущую и самого президента. И как итог в интернете появилась вот такая картинка с надписью «Владимир Владимирович смотрит на следующих президентов России». Политологи отметили, что прямая линия запомнилась различными техническими неполадками и зависаниями в общении со зрителями. И в целом это отражает то, как у нас в стране все работает. Светлана Култыгина Светлана Култыгина «Спутник Лайт». При этом не имеет значения, каким препаратом вы вакцинировались в первый раз, заявили власти Москвы. И на фоне ежедневно растущей статистики по заболевшим в России подорожали ПЦР-тесты в платных клиниках. В среднем на 20%. Этим вопросом уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Там хотят проверить, насколько обосновано такое повышение в разгар третьей волны коронавируса. Свою проверку, скорее всего, проведет и Роспотребнадзор только уже на соблюдение качества услуг. Многие пациенты жалуются на то, что тесты делают слишком долго. В Совете Федерации уже отреагировали на эти новости и предложили вовсе сделать все тесты на коронавирус бесплатными и включить их в систему ОМС. Депутат Госдумы Виктор Зубарев говорит, сейчас это просто необходимо. ПЦР должен войти в обязательное медицинское страхование в ОМС, но в лучшем, это в лучшем случае. Ну и, безусловно, за ценами нужно следить. Сейчас это рассматривается на уровне руководства страны и правительства. Так что, я думаю, мы остановим процесс спекулятивный и все станет, цены будут в разумных пределах. Но надеюсь, что вообще ПЦР будет бесплатный. По словам Зубарева, вопрос с бесплатными ПЦР-тестами планируют решить к началу августа. Именно столько потребуется, чтобы принять инициативу и оформить все необходимые документы. Очередь на прививку стала поводом для драки в Подмосковье. В итоге пострадала женщина, у нее сломана челюсть. Произошло все в торговом центре города Пушкино. Очевидцы инцидент сняли на камеру. На кадрах видно, что у входа в пункт вакцинации скопилось много людей. Мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, после чего другой посетитель замечает это и начинает его отталкивать. На следующем видео на мужчину уже нападает женщина и бьет его кулаками. Охранники отводят посетительницу в сторону, но она снова набрасывается на мужчину и громко кричит. Видеозапись заканчивается тем, что в кадре появляется еще одна пострадавшая женщина, которой оказывают помощь. Продолжение следует... Охраны торгового центра и очевидцы разняли дерущихся, вызвали полицию и скорую. Пострадали две женщины. У одной из них диагностировали перелом челюсти. Зачинщик драки скрылся с места происшествия. Полиция уже начала проверку. В Хукет открыли для туристов, привитых от коронавируса. Остров стал первой территорией Таиланда, которая начала принимать иностранных путешественников без карантина. Однако это не касается российских туристов. Тайская сторона будет принимать только приезжих из стран, чьи вакцины одобрены Всемирной организацией здравоохранения или Минздравом Таиланда. Российские вакцины пока не входят в эти списки. Кроме того, Россия все еще не возобновила авиасообщения с Таиландом. Другие же иностранные туристы, которые привились одобренными вакцинами, смогут передвигаться на Пхукете свободно. Но если они захотят посетить другие районы Таиланда, им придется в течение двух недель пройти тесты на коронавирус, которые должны быть отрицательными. А с 1 октября власти Таиланда планировали открыть Паттайю для вакцинированных. Беременные и одинокие мамы и папы начнут получать новые пособия. Оформить их можно будет только на карту МИР, с которой удобно будет оплачивать услуги ЖКХ уже по новым повышенным тарифам. Все это об изменениях, которые начинают действовать уже с этого дня. Подробный ликбез о самых важных нововведениях в сюжете Софьи Питеркиной. Есть у нас такая традиция в стране в середине года, 1 июля, принимать много новых изменений в законы. Причем они касаются практически всех сфер нашей жизни. Это и ЖКХ, и выплаты пособия пенсии, это кредиты и даже наши гаджеты. Обзор самых важных из них прямо сейчас. Начнем с хороших новостей. Новые пособия выдавать их будет вот этот замечательный орган, пенсионный фонд. Коснутся эти выплаты беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Какие размеры, как оформить, нам сегодня рассказали в пенсионном фонде. Давайте послушаем. Единственный критерий для всех пособий – это определение нуждаемости. Нуждаемость определяется от прожиточного минимума, установленного в субъекте. У нас в субъекте прожиточный минимум составляет 13 409 рублей. Вот если на каждого члена семьи, кто претендует на выплату того или иного пособия менее, более этой суммы, тот и гражданин не имеет права получать. Два способа подачи заявлений – это через портал госуслуг, либо через клиентские службы. Размер выплат равен половине прожиточного минимума в регионе, то есть у нас это около 7 тысяч рублей. Получайте пенсии или пособия на карту. А вот такая вот карта платежной системы МИР у вас есть. Если нет, то теперь придется оформить, потому что с 1 июля все социальные выплаты будут перечислять только на карты этой платежной системы. Виза и мастер-карты уже не котируются. Это не коснется только тех, кто получает пенсии или пособия наличными деньгами, либо на банковский счет, а также тех, кто проживает за границей. Для них ничего не изменится и ничего нового оформлять не нужно. Ну а всем остальным, кто получает пенсии и пособия на карты, советую поторопиться с оформлением именно карты МИР. А теперь о плохих новостях. 1 июля по всей стране проходит ежегодная индексация тарифов ЖКХ. И этот год не исключение. Стоимость услуг вырастет в среднем на 3,3%. Платежки с новыми цифрами мы получим уже в августе. Теперь поговорим о деньгах и о недвижимости. Программу льготной ипотеки в России продлили еще на год, но с 1 июля изменили условия. Теперь ставка составляет 7%. Максимальная сумма кредита снижена до 3 миллионов рублей по всей России. Неизменным осталось только одно условие. Это то, что покупать квартиру по этой программе можно только в новостройках. Но позаботились власти еще и о других кредитах. Долговая нагрузка россиян растет. Это ни для кого не секрет. И теперь с 1 июля банки имеют полное право отказать вам в выдаче потребительского кредита, если у вас и так уже много долгов. Имейте это в виду. Ну и напоследок небольшой блиц. Пациенты, переболевшие ковидом в тяжелой или в средней форме, теперь имеют право на так называемую углубленную диспансеризацию, чтобы выявить все последствия для организма и начать их вовремя лечить. Чтобы ее получить, нужно обратиться в вашу поликлинику по месту жительства. Там вам все расскажут и дадут все необходимые направления. Если собираетесь покупать в ближайшее время телефончик или планшет, например, то имейте в виду, что с 1 июля все продавцы обязаны устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, таковые требования правительства. Это не значит, что там не будет иностранного ПО, просто теперь на всех планшетах, телефонах и так далее будет и российское, и иностранное ПО. Выбор оставили покупателям, хотя я думаю, что выбор тут очевиден. Выросли цены на сигареты, теперь курильщики могут покупать табачные изделия. Они дешевле, чем за 107 рублей за одну пачку сигарет. Это минимальная розничная цена. Она выросла, выросли и акцизы на сигареты, поэтому продавцы вынуждены повышать стоимость. Пока им разрешили продать остатки по старым ценам, а потом ценники они уже поменяют. На этом все. Обзор новых изменений для вас подготовили Софья Питеркина и Сергей Токарев. С июля изменится не только жизнь россиян, но и погода в Красноярске. Синоптики обещают, что в город наконец-то придут высокие температуры до плюс 33 градусов. Однако задержатся недолго. Вдобавок ко всему с палящим солнцем придут и сильные магнитные буры. Чего еще ждать от июля, расскажет Дмитрий Ишхузин. Холодный июнь в Красноярске закончился и на смену пришел жаркий июль. Уже сегодня облачное небо сменилось ярким солнцем. И останется оно с нами по прогнозам синоптиков как минимум до начала рабочей недели. Уже в пятницу, 2 июля, столбик термометра задержится на отметке в 25 градусов. Вероятность осадков минимальная. Жарче станет и на выходных. В субботу и воскресенье до плюс 33. Специалисты Красноярского гидромедцентра говорят, что таким будет и начало рабочей недели. Но уже к середине месяца температура упадет. Но все еще останется на 1-2 градуса выше нормы. Что мы видим? Начало июля у нас ожидается очень теплым. То есть среднесуточная температура ожидается достаточно выше нормы. Затем температурный фон приблизится к норме. И небольшие пики ожидаются в третьей декаде. Осадков в городе мы не ожидаем. Ну, вплоть до 6-го числа. 7-го числа, значит, возможен кратковременный дождь. Но до этого осадков мы не ждем. Те, кто захочет спастись от жары у водоемов, МЧС просит не купаться там, где стоят запрещающие знаки. Особое внимание стоит уделять детям и не сводить с них глаз. Взрослым же стоит быть аккуратными за рулем. В середине месяца ожидаются серьезные магнитные бури. Ухудшение геомагнитной обстановки в июле ожидается в следующие периоды. Это 8-10 июля. В эти периоды сохранится слабая и средняя активность до 3-4 баллов. 11-13 июля ожидается усиление солнечной активности до 5-6 баллов. Напоминаем, что в период геомагнитных возмущений отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. У водителей возможно сильное замедление реакции. Повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе. Любителям лесного отдыха стоит быть осторожнее. Воздержитесь от прогулок в окрестностях Лесосибирска, трассы, ведущей в Назарово и в Удачном. Там неоднократно видели следы медведей. Дмитрий Шкузин, Александр Кальтер, Новости ТВК. От мечты к реальности. На месте пустыря на пересечении улиц 9 Маева до Пьянова все же появится сквер. Уже много лет местные жители просят разбить на месте снесенного рынка парк. Пока же там видно только заросший пустырь. Глава города Сергей Еремин подписал документ, который должен изменить проект планировки участки. Это позволит создать проектную документацию для будущего сквера. По словам главы советского района Дмитрия Дмитриева, администрация уже собирает мнение жителей о том, что должно появиться на участке и позже все эти идеи передадут проектировщику. Сейчас нужно внести изменения в проект планировки. Вот какие изменения? Вот наша с вами задача сейчас и понять, что же все-таки по запросам жителей. Это первое. Второе. В корректировку бюджета, которая была у нас весной, попало 1,3 миллиона для проектирования парковой зоны уже в этом году. И буквально вот на днях будет объявлен, соответственно, аукцион для поиска подрядчика. То есть вот и наша вот задача соединить две вещи. Парковую зону и, возможно, какой-то объект. Вторым объектом помимо зеленых насаждений прогулочной зоны внутрь сквера может стать и бассейн, или, например, скейт-площадка. Все это пока сейчас находится лишь на этапе обсуждения, которое мы продолжим со зрителями. 7 июля тогда же в гости в программу «После новостей» мы пригласили главу советского района Дмитрия Дмитриева. Склад автохлама во дворе долгие годы не дает покоя жителям домов на Мичурином. На уговоры убрать ржавый авто сосед не поддается, а штрафы его не пугают. Почему решить вопрос мирно не получается и что можно предпринять в такой ситуации, расскажем в новой серии проекта «Из нашего окна». С проектом «Из нашего окна» мы приехали во двор на Мичурино. Здесь один из местных жителей создал свой особенный уникальный мир прямо под окнами у соседей. «Стульчики вот это, это не его, это все с помойки. Вот сюда люди выбрасывают, видите, очередной его объект будет. Тоже принесет его сюда. Вот это все находится уже в течение 10 лет». Изюминка коллекции местного плюшки на автомобиле. Если их, конечно, можно так назвать. Жители уже обращались и в районную администрацию, и в Минэкологии, но ВОЗ, а точнее автохлам и ныне там. «Было направлено больше десятка явных обращений. Ничего, кроме отписок, с обещаниями когда-то это вывести, убрать и так далее, ничего более нам не приходило. Хотя на самом деле, по сути, то, что мы сейчас видим, это неудовлетворительный результат работы нашей администрации районной». Но районная администрация расписывается в бессилии. «По жалобам граждан не единожды осуществлялись выезды, составлялись акты, протоколы по статье 5.1 закона Красноярского края об административных правонарушениях. Всего было составлено 4 протокола, по которым вынесены административные наказания в виде штрафов. К сожалению, гражданин не слышит, ни жителей, ни органов, ни органы власти». Для тех, кто также столкнулся с такой проблемой, наша инструкция. В первую очередь, важно знать, что не каждый автомобиль, который годами стоит на одном месте, попадает под категорию «автохлам». «Если автомобиль в исправном состоянии, у него есть номера государственной регистрации, он имеет целостную форму, это не автохлам. Оснований требовать убрать его нет. Другое дело, если автомобиль стоит без госномеров, он разакомплектован и нет идентификационного номера на двигателе или кузове». Это уже хлам, который со двора нужно вывозить. Однако, даже если по всем признакам авто подлежит эвакуации, никаких гарантий это не дает, отмечают эксперты. «Если собственник будет установлен, и при этом даже автомобиль окажется хламом, и он не пойдет на контакт для того, чтобы убрать вот этот самый мусор с земельного участка, в этом случае спор придется решать в суде, для того, чтобы уже, исполняя законное судебное решение, навести порядок». Чтобы не доводить дело до суда, можно попробовать договориться. Делать это должен собственник земельного участка, на придомовой территории управляющая компания, на муниципальной – администрация. ГИБДД эвакуировать автомобиль может только, если он мешает проезду экстренных служб. Депутат Сергей Шахматов признает, на федеральном уровне этот вопрос практически нерегламентирован и сейчас разрабатывает более современные механизмы. «Самое главное – это обеспечить местную власть короткими, понятными, процедурными моментами, связанными с изъятием этих машин и перевозом их в специально отведенные места. Неважно, с колесами или без колес, с номерами или без номеров. Это все должно быть по упрощенной процедуре, перевезено на специальную площадку в части обеспечения безопасности. А потом уже власть или какой-то полномочный орган должен по всем номерам выявлять собственника и предъявлять ему расходы на утилизацию». Конечно, бороться с проблемой автохлама можно разными способами – штрафами, уговорами. Но только пока это все не особо помогает. Видимо, проблема решится только тогда, когда в нашем регионе появится нормативная база с более четкими, понятными требованиями. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин, Владимир Антонов. Новости ТВК. Уровень воды в Енисеи снизился за сутки еще на 26,5 сантиметров. Сейчас он находится на отметке почти в 330 сантиметров, что ниже критической – на 60 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 5100 кубометров в секунду. К слову, по набережной в районе музейного центра можно заметить, что вода достаточно сильно отступила. Видны лавочки, заборы, а также качели. А вот на Ярыгинской набережной уже даже приступили к наведению порядка. В уборке принял участие и мэр Сергей Еремин. Только давлением. Ты больше ее ничем не смоешь. Ты даже щеткой будешь ее отмывать, она не отмоется щеткой. Вот, видишь? Ну, что? Вот сейчас давай керхер. Вот, Саша. Ну вот то, что вы мыли. Почувствуете разницу? Вот, больше ничего не надо. Вот. Все. Видишь? Чище, чем дома. В целом, по словам мэра, ситуация некритичная. В норме перила, лавочки, деревянные настилы, даже газоны. Есть небольшой провал, размытие грунта, но все это городские власти обещают восстановить. По мере того, как вода уходит, Красгорпарк сразу начинает наводить порядок. Паводки в Красноярске начались еще в середине мая. Тогда ГЭС была вынуждена увеличивать сброс воды из-за быстрого наполнения Красноярского водохранилища. Тогда набережные в городе буквально утонули. Сейчас ситуация стабилизируется. Однако до сих пор под топленными остаются острова Пионерский, Козий, Посадный, Отдыха и Татышев, а также придомовые территории на улице Лесная. В Красноярске открылись еще два пункта вакцинации. У ГИБДД появится прибор для выявления пьяных водителей. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярске открылись еще два пункта вакцинации. Один на левом берегу в торговом центре «Зеленый» на улице Мужества. Второй на правом берегу в торговом центре Красноярья. Работают кабинеты с утра и до восьми вечера выходной день в понедельник. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно. Необходимо лишь взять с собой паспорт и СНИЛС. Всего в Красноярске сейчас работают уже восемь внебольничных пунктов на левом берегу в планете, гипермаркете «Леруа Мерлен» в изумрудном городе и в главном здании ЖД вокзалом. На правом берегу пункты открыты в атмосфере дома и в зоопарке «Ройф ручей». Также прививку можно поставить в любой поликлинике города по предварительной записи. Производители молока предупреждают, что осенью поднимут цены на свою продукцию. Говорят, мера вынужденная, ведь сейчас доходы не покрывают расходы бизнеса. В среднем отпускные цены они планируют поднять на 7-10%. Сейчас средняя цена за литр молока составляет 59 рублей. А значит, после подорожания за этот же объем придется платить уже около 65 рублей. В Минсельхозе же говорят, что цены стабильные, но признают, затраты на производство действительно увеличились. Ведомстве уверяют, приняли меры, чтобы избежать подорожания. Но такие уверения россияне уже слышали не раз. Так было и с маслом, и с сахаром, и все знают, чем в итоге это закончилось. Прибор, который моментально выявляет пьяных водителей, начнут использовать дорожные полицейские уже в следующем году. В ГИБДД говорят, что таким устройством можно будет проверять водителей прямо через окно автомобиля. Если выдох чист, то автомобилист через минуту едет и вообще не проходит никаких процедур. Если же выявляются пары алкоголя, то водитель направляется на обычное освидетельствование, как и сейчас, понятыми видеофиксацией и составлением документов. Законность новых правил освидетельствования сначала должен проверить Верховный суд. Птенец стерхов появится на свет в московском зоопарке. От ответ журавлей находится под угрозой исчезновения и занесен в международную красную книгу. В дикой природе насчитывается всего около трех тысяч особей. Пока малыш не похож на своих родителей, он покрыт коричнево-рыжим пухом. Ближе к полугоду пух сменится на светло-бурае оперение, а белоснежными перьями стерх покроется лишь на третьем году жизни. В зоопарке сообщили, что когда птенец вырастет, его отпустят на волю. Вместо коробки – современная спортивная площадка. Такое обновление ждет двор на Красрабе. Местные жители, в особенности дети, давно ждали ремонта их старой хоккейной коробки. Все-таки рядом сразу шесть домов, а школьникам даже негде попепинать мяч. Два года назад красноярцы обратились к депутату Госдумы Юрию Швыткину с просьбой помочь в ремонте. По его инициативе город предоставил субсидии и началось строительство спортивной площадки. Ее проекты, наполнение обсуждались и с жителями. Теперь летом дети здесь будут играть в футбол, баскетбол и даже в волейбол. А зимой кататься на коньках, говорит депутат Госдумы Юрий Швыткин. Через некоторое время, буквально 10 дней практически, будет уже сдана площадка, облагороженная в эксплуатации. При этом она будет современное покрытие, соответствующее освещение. И ребята могут спокойно заниматься и футболом, и хоккеем. Я думаю, мы здесь делаем и баскетбол, и волейбол при необходимости. Силку могут натянуть как раз в рамках программы «Здоровый мир», а сама программа названия и говорит «Здоровый мир» и «Здоровый образ жизни» здесь и предполагает занятие не только ребят, но, я думаю, людей более старшего поколения. Сейчас площадка готова на 95%. Уже 9 июля ее обещают открыть для детей. А сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». А сегодня поговорим о промывке системы отопления и вступлении в ТСЖ. Когда управляющая компания должна выполнять промывку системы отопления? Все мы знаем, что в каждом многоквартирном доме есть внутриинженерные сети, в том числе и отопление. Так как существует период, когда проходит отопительный сезон, мэр нашего города издает приказ, когда начинается отопительный сезон. И затем второй приказ, когда он оканчивается. Так вот, согласно постановлению ГОСТРОЯ 170-го, номер 170, и постановлению Правительства Российской Федерации 290, в котором очень подробно описываются эти процедуры, промывка системы отопления в многоквартирном доме проводится после окончания отопительного сезона. Например, отопительный сезон закончился у нас с вами 20 мая или 25 мая, и затем в течение месяца, двух и трех, идет промывка и опрессовка системы отопления. По-другому мы говорим, мы промываем эту систему и готовим ее к новому отопительному сезону. Если жильцы против вступления в ТСЖ и хотят остаться в управляющей компании, могут ли их заставить вступить в ТСЖ жильцы соседних домов? Ну, во-первых, ТСЖ, согласно жилищного кодекса, это один многоквартирный дом, либо два и более, если у них есть общий участок земельный, либо проходят общие сети, на которых эти дома расположены. Предположим, один дом образовал ТСЖ, и вас принуждают вступить в это ТСЖ. Вас никто не может принудить, вы имеете право отказаться, то есть у вас право голоса, как у собственника данного помещения. Но если пройдет общее собрание всех собственников вашего дома, и они большинством голосов, более 50%, принимают решение вступить в ТСЖ, тогда вы обязаны подчиниться общему решению вашего собрания собственников помещений. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-00-65, также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-900-23-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на ТВК во всех социальных сетях.